ПЕСНЯ 9 августа – День памяти Великомучника Пантелеимона-Целителя. 27 мая 2016 года святейший патриарх Кирилл сказал слово в соборе Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон. Всякий раз, когда вступаешь на землю Афона, испытываешь особое состояние души, потому что прикасаешься к многовековому духовному подвигу людей, оставивших мир, ушедших сюда в уединенное место и посвятившие себя молитве, созерцанию и труду. Молитва в самом центре монашеской жизни. Кажется, святой Силуан Афонский сказал, что монах без молитвы – это черная головешка, до конца не сгоревшее дерево, которое ни к чему употребить невозможно. Оно ни на что не способно. И гореть не может, и сделать из него ничего нельзя, и в постройку пустить нельзя. Вот точно так же и в монашеской жизни. Если искренняя, сердечная молитва уходит из жизни монаха, то в ней ничего не остается. Потому что молитва – сердцевина этой жизни. И, видимо, потому что здесь горячая молитва всех насельников Афонской горы, именно потому, что здесь эта молитва еще сочетается с подвигом поста, уединения, то так и воспринимается это место не разумом, а сердцем, как особый источник божественной благодати. Я вместе со спутниками своими прибыл сюда для того, чтобы вместе с вами, мои дорогие, отпраздновать тысячелетие с момента зафиксированного в соответствующих документах присутствия русских на Святой горе. Большинство исследователей однозначно утверждают, что русские пришли на Афон сразу после крещения, а может быть даже и ранее. Но поскольку письменных свидетельств не сохранилось, то мы и отчитываем тысячелетие присутствия русских на горе Афон именно с 1016 года. Именно под этим годом и стоит подпись «Игумена монастыря Россов». За эти тысячу лет много, что произошло и в истории Афона, и в истории нашей земли. Но связи, заложенные в той глубокой уже древности, никогда по-настоящему не прерывались, даже в самые тяжелые годы безбожного лихолетия. Хотя физически общаться было невозможно, но здесь, на горе Афона, особенно в русском Свято-Пантелимонном монастыре, всегда возносилась к Богу молитва о народе нашем и о церкви нашей. И как только появилась первая возможность посещать Святую Гору, сюда стали пребывать наши иерархи, священники, богомольцы. Вначале по несколько человек год, а потом и более. Памятен мне мой первый визит, первое паломническое посещение, когда я, сопровождая Святейшего Патриарха Пимена, в 1971 году прибыл на Святую Гору. В то время здесь было семь монахов. И когда мы пошли на всеночное бдение, Покровский храм, электричества не было, было темно, и такое впечатление, что вообще никого нет. Пустые коридоры, темень, ни звука. И только когда подошел я к Покровскому, к вратам Покровского храма, увидел горящие лампады, свечи из состоящих несколько русских монахов сагбенных, то понял, что здесь присутствует народ наш, присутствует церковь наша. И в конце концов, не от количества даже людей зависит это присутствие. И радостью, помню, облеклось сердце мое, потому что в этом малом стаде виделось славное будущее нашей обители. И вот сегодня мы свидетельствуем о том, что изменились времена, и большое количество паломников из всего пространства исторической Руси, из всех стран и от всех народов, живущих на этих просторах и входящих в окормление русской православной церкви, посещают Святую Гору. И хотелось очень с особым образом отметить тысячелетие присутствия русского монашества на Афоне. И, конечно, в первую очередь очень хотелось восстановить все порушенное. То, что порушила и огненная стихия, что порушила время, что порушила безлюдие, и поэтому с особым чувством я взираю сейчас на этот действительно обновленный, почти что до неузнаваемости древний свято-пантелеймонов монастырь. Это стало возможно именно потому, что нету никаких преград для того, чтобы осуществлялись духовные связи Руси и Афона. И мы знаем, с какой жертвенной любовью многие православные люди откликались на этот призыв патриарха внести свой вклад в восстановление Пантелеймонова монастыря в связи с предстоящим тысячелетним юбилеем. Откликнулось на это и государство российское, и многие люди состоятельные, менее состоятельные, со всех просторов нашей Церкви, которые вот эту мечту многолетней давности помогли осуществить. Я благодарю сейчас всех, кто потрудился. Благодарю государственной власти России, президента, который завтра, надеюсь, вместе с нами будет молиться, премьер-министра, который возглавлял соответствующий фонд и во многом содействовал реализации намеченных программ, благодетелей их же имена «Ты, Господи, Веси». Кого-то из них мы завтра также отметим наградами. Но самое главное во всей этой огромной работе так и видна горячая вера нашего народа и любовь к Афону. Я радуюсь тому, что эта любовь находит поддержку здесь, на этой святой горе, в первую очередь в ваших молитвах, дорогие братья. Потом, обращаясь к вам с этими словами, я всех вас прошу не ослабевать в молитвах о земле русской, о церкви нашей и о народе, который, несмотря на самые тяжкие исторические обстоятельства, сохранил веру в сердце и остался верным Христу. Я очень рад видеть отца Иеремию, старца нашего, Игумена и Архимандрита сей святой обители, вспоминаю отца Иеремию еще не могу сказать, чтобы молодым, но очень бодрым и совсем не похожим на старого человека, монахом, который ревно снатрудился на тех послушаниях, которые ему были вверены. И меня умиляла картина возвращения отца Иеремии с Солоник, когда он снабжал монастырь продуктами, еще чем-то. Помню даже, когда Господь посетил немощи отца Иеремию, и он поломал не то руку, не то ключицу, и тогда не переставал осуществлять своего послушания. Вот этот замечательный пример должен помочь понять и молодым инокам, как важно послушание в монашеском делании, вне зависимости от того, какое положение мы в церкви или в монастыре занимаем. Послушание это святое для каждого монаха. И воспринимать его нужно без ропота, со смирением, лобызая послушание, как говорится, в соответствующем чинопоследовании. я хотел бы еще раз всех вас, мои дорогие, приветствовать, отца Иеремию, постоянных братьев, насельников, паломников, гостей, всех тех, кто сегодня вместе с нами начинает праздновать великое событие в жизни русской церкви и Афонской горы. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. Храни вас Господь! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова